доброй ночи еще всем по-литовски а белорусский же сейчас утро начнется по литовскому времени еще ночь улица как мы парим и нас 20 за бортом а чумеет уже морозы хочу мусорку найти не могу найти выбросить свой мусор баночку свою я вчера эти ворота чуть открыл вот здесь на таможне выглядело все примерно вот так а все замерзшие чуть от стучал короче дурдом в общем мусорок я не вижу да не судьба мне тебя выбрать так колеса с той стороны все хорошо пар идет все мы трогаемся время девятку отстояли поехали а вон мусорка есть поехали трудиться правда маленькая но у меня тоже немного высыпать страховки старая выбросил зеленую карту а чего стою здесь короче там за забором 6 евро чеком а здесь три без чека а нам-то какая разница вот зачем платить 6 когда можно заплатить 3 боится минус 20 так все шесть минут на молках отстояли поехали поехали потрудимся украина передано что видите оформлялся давно пусть 5 человек чем в ночь вехать сегодня у нас воскресенье 17 января может получится мы еще во вторник успеем разгрузиться какой-то замерзший весь муку еще хотя сидел в майке так вот это что проехали молотит не глушит тоже пацаны которые по 3 евро стоят или там стоянка может быть забита уже здесь как бы вот этот переход вот здесь вот стоянка и все больше ничего нет на следующем повороте поверните на право здесь стоянок нет здесь отстойника нет что двигаемся в сторону польши я не помню по километражу что-то километра в районе наверное 150 по 200 нам надо проехать машка тут что-то ведет но она ведет это какими-то короткими дорогами а там вроде как налево нельзя будет короче забил ей мойку перед польшей там есть мойка посмотрим там если колейки не будет если они будут работать значит помоемся там на следующем повороте поверните грудно направо ведь вильнюс налево 130 сейчас в сторону вильнюса вильнюса потом на вильнюс пойдет прямо дорога мы уйдем на улитес это я точно посмотрите какая тут зима шикарная звука снега ходил там мусорку искать но на ней добрых сантиметров 20 сугробы такие поехали красотой любоваться 3 часа ночи воскресенье дороги пустые должны быть по на что снега нет 21 час сейчас все западнее в любом случае будет теплее теплее постепенно будет теплеть но морозец хороший хорошая такой зима такая бодренькая до крещения потом потеплеет ой одно удовольствие ехать вот смотришь по сторонам еще в лучах прожектора пары эти освещают красота из красот все ну и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не, вот в Nike даже грузовым Еще не было тогда Там на желтном фоне Такая табличка Что якобы проезд здесь запрещен Чего он запрещен? Фигня какая-то Какой-то дорожник пьяный повесил Но потом лучше Отличительная особенность этой дороги, я не знаю, как там в других, таким лесным, ну не лесным, а деревенским дорогам литовским, но эта вот дорога Талытоса вот туда, в каждом населенном пункте вот такой вот бугор. На въезде и на выезде. В предыдущем населенном пункте я про него забыл, так это хорошо подкинуло. Я так понимаю, тут еще и прямо и по центру будет то же самое. Вот эти лежачие. Все, хочешь не хочешь, ты будешь медленно ехать по населенному. Хотя тут, ну, то и древние-то здесь. Три дома, два двора. Ну вот, пожалуйста. Вот это четвертый, там, походу, еще будет пятый. Еще в прошлый раз, когда ездил, обратил на эту особенность. Вот именно вот здесь. Тут уже четыре было, и вон, наверное, пятый. Какой? Вот пятый. И там шестой, вы представляете? То есть, все, тут даже знаки не надо ставить, там, ограничение скорости. Сам по себе будешь медленно ехать. С одной стороны, правильно, зато все по-населенному, никто не торопится. Вот такая штука тут у них. И вот в каждом. За бортов 23. Класс. Такими тут интересными приходится ездить. Мы стали костюм какой-то красивый. Действующий. И опять наши полицейские любимые. Уже, наверное, четвертый. В этом городке. Тут даже грузовикам 30 знаки висят. Так-то мы уже практически выбрались. Уже на федеральный. Ну, как федеральный. Потому что, наверное, федеральный тут не считается. Но на основной дороге, которая ведет с Польши, совсем недалеко уже осталось. С этих местных дорожек выберемся. По тех поречкам уже скоро. А так уже час двадцать едем. Сколько тут проехал-то? Ста километров не проехал еще. Сейчас коллега на встречу ехал. Говорит, прямо на повороте. А у нас поворот налево через километр. Прямо на повороте. Говорит, там. Слетел, короче, с дороги кто-то. Хвост торчит прямо на дороге. Ну, он мне так сказал. А тут вот эти вот эти хитрые их не штучки. Тут скользко. Да, и вон он походу прямо на повороте. Да, улетел. Как шел по прямой, так по прямой и поехал. А нам сейчас налево. Два километра направо. И все. И мы на А5. На Варшаву. А вот уже эвакуатор пришел. Через 100 метров поверните. Я читаю. А, вообще, короче, да, вот он как шел. Нет, он виден отсюда. По прямой как шел, так и пошел. Да, скания улетела. Литовский прицеп. Ну, как шел, да, по прямой. Его на повороте здесь на льду понесло прямо. Пришел эвакуатор. Сейчас его вынимут. За денежку. Лед. Здесь вот лед. Поехали посмотрим, что тут за мыка в Кольской и в Литве. Самое главное, сколько она тут стоит. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. И, соответственно, работает ли. Время 5 утра. С Польши поток машин такой приличный идёт. Готовьтесь к правому повороту через 100 метров. Поверните на право. Затем... Сглянем. Ни разу в Литве не мыться. Даже просто интересно самому. Через 90 метров. Поверните на право. Затем на следующем повороте. Поверните на право. Польска. Через 50 метров. Поверните на право. По-моему, тут... По-моему, тут ничего не работает. Во всяком случае и ночью. Изменение машины. Да! Всё закрыто. На следующем повороте. Поверните на право. Затем приходите в конечный пункт. Да прибыл я уже в конечный пункт. Прибыл. Ничего тут не работает. Всё закрыто. Ну и ладно. Нет, значит нет. Ну, видите, всё. Ни одной живой души. Никого нет нигде. Может, днём и работают. Поедем в Польшу. В общем-то, эта мойка, она, можно сказать, вот на самой границе практически. Готовьтесь через один пункт держать мере. Ну, с той стороны, да, много машин идёт. Готовьтесь через 800 метров двигаться прямо. Ну что, поспорим, что тут на границах происходит. Если по-польскому смотреть, время 4 утра. Сейчас здесь минут 5. Продолжение движения прямо. Это у нас как бы литовский переход. Это литовская сторона. А вот польская. Продолжение движения. Через 300 метров продолжается движение прямо. Вы перешаете допустимую скорость. Продолжение движения. Так, прибор польский стоит. И дозоо-польский заполнен. Подключение скорости 30 км в час. Обычный контроль вот здесь, всегда с правой стороны вот здесь стоял. Вот тут вот. Ну пока, пока их нет. Может быть мороз испугал. 23, 24 даже опускал. Сумма садится. Либо 4 утра в воскресенье. Велкам в Польшу. Давно не были. Здрасте. Честно сказать, так уже и это, соскучился. Ну елки-палки, ну че на дальнем-то ехать. А если я включу? Не нравится? Журик, Скопова. Ой, дайте только сегодня такого бару нарваться. Если тут работает что-нибудь в связи с этим ковидом. Ну должно, наверное. Велкам в Польшу. Так, что тут у нас? Сувалки-26. Мы идем вот в Сувалки, Белосток. Обратно выйдем в Белостоку. Белосток на Варшаву. И там автобанен, автобанен. Ммм, один автобанен. Что-то, если верить Машке, то тут получается в Сувалках объездная? А, нет, еще не готово. Да, Белосток прямо. А так Маша уже вот кричит, нужно направо поворачиваться. Ну уже давно пора бы, конечно, было объездную Сувалок сделать. Но еще. Или все-таки поедем сейчас направо. Надо указатели смотреть, потому что, вот видите, Машка уводит направо. А по указателям направо еще движение запрещено. Все-таки еще тут развязку строят, значит, еще не готово. А так-то да. Хацан, нет. Почему? Вот Белосток. Указатель направо. Ну, все. Вот. Белосток направо. С-61. Поехали. Отлично. Ну, что значит, тысячулетнее ездить, правда? Ну, то, что объездная Сувалкам была нужна, так это факт. И тут через город. Такой поток машин, вы только представьте. Вся Прибалтика, все мы, которые едем через Прибалтику, тут очень большой поток машин. И все они шли через город, через это, через Сувалки эти бедные несчастные. Огонь, погнали. Чем меньше городов нам-то, тем лучше. Сколько тут до Белостока отсюда? До Белостока нам отсюда 132 километра. Варшава 288. Вот такой у нас автобан перед Белостоком уже. Ну, видно, тут вхарнуло снегу вчера хорошо. И у нас там шел в этой привалке целый день. И тут видно так очень хорошо сыпануло. Потому что местами так это вот было даже очень скользко. Единственное, что я скажу, что вот этот участок от Сувалок до Белостока, именно когда идешь на Белосток, с парковками вообще полная беда. Я уже часа полтора как еду, думал, ну не полтора, ну да нет, часа, ну не полтора, час. И все думаю, где же мне вот встать, паузу открутить. Я думаю, перед Белостоком где-нибудь постою. Все, что вижу, вот так вот, вот как человек встал, но здесь хоть широкая. На остановках люди стоят. А так все, ничего нет. Ни лесных, никаких. Все, если что-то и попадается, только, кстати, чего очень мало, то только по левой стороне. Ну, в общем-то, у меня еще 20 минут есть. Сейчас 20 минут седьмого. Я думаю, мы за Белосток сейчас успеем выскочить. И уже за Белостоком там шелка и еще там, ну, первая же стоянка. На нее же и заедем. Еще 19 минут, получается, 2 километра. Это вот до поворота в Белостоке. И там потом еще 5. Короче, должен. Стекло он немножко... Ну, уже пару этих дорожников, машинок. Поливали этой хренью. Ну, посыпали этой своей химией. Все, он уже на стекле есть. Ну, смысл размазывать даже щетками. Даже не пробую. Минус 21 сейчас. 24. Ну, постоянно держалась. 22, 23, 24. Вот так вот. Смотрите. Смотрите, как тут накатали. Вообще, сплошной лед. Просто лед. Вот. А я к тому же сейчас когда станем, возьму салфетки бумажные и просто на сухую вытру. Смотрите, что тут. Тут просто его укатывали. Тут даже его никто не чистил в Белостоке. А мы у себя на дорожников. Жалуемся. Тут тоже филонят временами. Ну, вот получилось с привалки сюда 4 часа 12 минут. Вот. Ну, от этой, от стоянки и вот до Белостока, до вот моста. Вот налево это туда, на Бобры. На Кузницу. Ну, а направо на Варшаву. Смотрите, что делается здесь. Обалдеть. Обалдеть. Белосток напоминает какой-нибудь сибирский город. Где асфальт? Что, мы еще можем сейчас шлифовать будем? Да, он видится в горку. АСР-ка срабатывает. Хотя у меня нагрузка очень хорошая. Разрисовка. Проекция 5,4 километра. Ну, здесь растает. Скоро. Ну, что чистит-то? Скоро растает. Не, вон, дорожники бы высоповылазили уже. Попосыпят сейчас этой своей хренью. Так, Ашан у нас отменяется. Рано еще. Как бы ничего такого особо и не надо. Если что, мы там... Мы... Все равно все покупки, если какие-то, будем делать на обратном пути. Я понимаю, что скользко. Но не так же страшно-то уже просто, что... Надо ехать совсем медленно. Не знаю. Все говорят, что здесь надо 50 ездить. Знак ограничения скорости 70. Я всегда еду 70. Еще пока никто не наказал. Ну, хотя населенный пункт, но знак ограничения скорости стоит 70 километров в час. Тут уже, по идее, ты уже должны закончить ремонт. Уже в тот раз, когда ездил. О, 15 минут осталось до конца. Он уже был на грани, так сказать, завершения. Но уже теплеет. Да, 20-ка всего. Класс. По радио кричат, катастрофа. Зимно. Мороз. Ну да, для этих мест, конечно, морозы такие. Непривычные. Видно, не просто снежок шел. Просто так вот накатали. Видно, очень хороший снег валил. Прям снегопад был. Обычно, что они справляются, что там. Выгонят свои эти дорожную технику. Посыпят ее там всякой. Всячиной. Вот, видите. Не может выехать на бочке. Откапывает выезд. Видите. Выкапывает все выезд, потому что выехать не может. Поехал бы прямо. Хотя тут тоже прямо. Все в снегу. Ничего тут. Серьезно. Смотрите, что тут вообще. Завалили всю службу. Не ожидали. Дорожная служба. Ну, а что? Ночью-то чем занимались? Может, он закончился недавно только? Не знаю. Так, а мы летим, 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 летим. Да, ладно, ладно. И очень хорошо. Все тут все ремонты завершены. Отлично. Значит, сейчас мы успеваем после Белостока там на первую же стоянку заехать. И будем паузу крутить. Нам спешить некуда. Варшава с 7 до 10 закрыта. Как раз паузу открутим и не спеша приковыляем к Варшаве. К 10 часам. Чтобы она открылась. Вот она получается через полчаса закрывается. И будет до 10 утра закрыта. Правда, Варшава здесь остается... Что-то тут остается. Часа два, если по-моему. Как раз паузу открутить. И к 10 приползти в Варшаву. Не объезжать по объездной. Там полтинник был, знаю. Превышаю. И как раз светает у нас. Он видится на востоке. Мы сейчас паузу открутим и уже будет... ...почти светло. Ё-моё, я никогда такой Белосток не видел. Сколько езжу. Чтобы вот такой вот завал у них был. Чтобы вот так вот снегом было укатано. Паркинг прямо через километр написано. Надо, а есть дорога локально. Нам туда не надо. Дорога локально. Мы еще заедем на другой. Кассия, что тут делается? Ну вот, 180 до Варшавы. Ну, как раз два часа. Поэтому сейчас час. С копейками можно спокойно постоять. И потом уже выдвигаться. Белосток прошли. Даже не прошли. Пролетели. Получилось только вот так вот сбоку. Больше никуда не подъехаться. Во-первых, все места заняты. Еще в основном. А во-вторых... А во-вторых, посмотрите, сколько тут снега насыпало. Это, я так понимаю, наверное, тут за ночь. Во. Поэтому тут там кто шлифует, кто что, кто выехать не может. О, какая елка едет. Видится. Какой красивый. Разукрашенный. Ну, у нас вроде все на месте. Все в порядке. Ну, что мы тут паузу так в сторонке открутим? Коллега спит. Так, вроде все у нас тут хорошо. Кто молотит, кто как. Кого засыпало, кого отсыпало. Рассвет. Ну и отлично. Пойдем завтракать. Вернее, вот у нас уже получается чего, обед. Ой, оно осталось, но раз нет трошки. 24. Сейчас опять показывать. Да. Ладно. Днем потеплеет. Мурзатенько. Помоем, помоем. Обязательно помоем. ПОСМЕЦ. ОК.